В прошлом году Рудному удалось увеличить объем инвестиций в основной капитал до почти 62 миллиардов тенге. Рост небольшой, но, как подчеркивает глава города Бахаджан Гаязов, даже 2% в нынешнее время что-то дозначит. И это несмотря на сложную ситуацию с СССР ГПО. У предприятия в последние годы наблюдаются проблемы с рынками сбыта. В рамках концепции индустриального развития в городе реализуется 12 проектов с общим объемом инвестиций в 436 миллиардов тенге. На сегодня не реализовано 4 проекта. В 2017 году планируется ввод в эксплуатацию Рудинского цементного завода стоимостью 14,8 миллиарда тенге, что позволит создать 37 новых рабочих мест. В программе развития территории города Рудного до 2020 года предусмотрена реализация 43 инвестиционных проекта. На 2017 год в городе намечены серьезные планы, продолжает глава Рудного. За счет кредитования из Национального фонда Республики Казахстан будет реализован проект «Транспортировка биологически очищенных вод от канализационных очистных сооружений до Васильевского испарителя». Проект долгожданный и важный, рассчитан он на несколько лет. Но Аким Кустанайской области отметил, что завершиться проект должен вовремя и без проблем. Архимед Мухаммедов также проанализировал экономическую ситуацию города и озвучил результат. По его мнению, в целом родничане неплохо завершили 2016-й, но в некоторых государственных программах он рекомендовал работу усилить. Вот по микрокредитованию здесь вопросы есть. Как вам известно, в 2016 году мы приняли несколько программ, в том числе, особенно за счет евразийской группы, которая является учредителями АОСГПО. Программа называется «Атамикен МФО «Атамикен Хостанай». Здесь и Национальная палата предприниматель «Атамикен» подключилась. И также мы за счет фонда «Адаму» приняли программу «Хосхолдау». Например, вот «Хосхолдау» здесь всего один проект по городу Рудом реализован, 18 миллионов тенге. Я считаю, это мало для города. Второй субъект по области. По мнению Акима области в Рудном необходимо увеличить количество информационных обучающих семинаров, чтобы потенциальные бизнесмены смогли принять участие в государственных программах, которые предлагают гранты, денежные займы и другие возможности для развития своего дела. Монарбек Асколов и Татьяна Калюжина, РТН «Рудный». Татьяна Калюжина, РТН «Рудный». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова